Мне интересно, вы как балерина, ваше отношение к современной музыке, как вы понимаете современную музыку, что вы в это вкладываете? Я знаю, что артисты балета очень часто как раз негативно относятся к музыке, например, 20 века, известны примеры, когда Уланова, когда она слушала музыку Прокофьера Моджельета, она сказала, что, насколько я помню, что танцевать невозможно, вот эта музыка сейчас, это просто классика. Вот были ли у вас музыкальные, было ли у вас музыкальное начальное образование, может быть, хотя я знаю, что все, наверное, занимаются в полетной школе, да? Да, я занималась в училище. Судя по всему, вы занимались, да? Даже в училище? Да, училище. А вы на чем-то играли? На пианино. А, то есть вы пианино, я играла 7 лет. Училище, да, я играла страшные этюды двумя руками, двумя руками вообще, да. И вот в балетной среде, как относится к музыке 20 века, как это под ногу, не под ногу, отчасти вот это сегодня на пресс-конференции, видимо, вопросы, ну не прямые, но, может быть, скрытые имелись в виду, то есть ваши стилевые предпочтения и на профессиональные. Не скажу ни о каких профессиональных предпочтениях стилевых. Есть особенности, например, то, что касается просто балетного искусства, мелодию легче танцевать. Вот это чисто технологическая особенность. Почему современные, просто современные, например, балеты, которые ставят современные, нео-классика, она тоже имеет эту, баланчин ставил на очень лирические вещи на Ченьковского, и для него очень важна была и безе, его симфония си. Там есть невероятные лирические ноты, когда мелодию ты поешь телом, если есть определенные. Да, но есть и совершенно сумасшедшая музыка, арва, пи-арта или нашего уже классика, которого невозможно, как без него предстоит 20 века Игоря Стравинского. Это вещи, которые они прослушивают. А вопросы ритма в таком случае? Ну, это уже хореографический такой, существует куча уже хореографических приемов, когда нужно танцевать музыку. То есть она уже, грубо говоря, адаптирована, да, получается, хореографически, да? Ну, можно, да, но мы специально в условиях прописали, у нас абсолютно три разных типа. Там есть лирический дуэт, абсолютно написано жанровая сцена, и сцена класса. То есть должно быть представлено и то, и другое, и третье. Да, владение человека как бы вот разными тональностями души, мы же не можем говорить бесконечно. То есть у вас упор на выразительные возможности? Да, это балет-сюжет, значит, это разговор именно о человеке, о том, что ты переживаешь. А средства вы придумываете, какие хотите, получается, абсолютно? То есть можно использовать электронную музыку? Все, что хотите, если это будет убедительно, если это прозвучит, если это будет понятно. А можно представить себе лирическую мелодию, например, при задействии очень сильно электронных синтезаторов или компьютеров? Если это будет убедительно, если это будет так, что это трогать за душу, то естественно, конечно. Мария, у меня тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое для вас, как для артистки, трогать за душу? Это вопрос такой очень интересный, понятно, как публика на него отвечает. А вот как отвечает артист, который владеет техникой, это, так сказать, разворошения этой души, разворашивающей? Вы понимаете, разворашить душу неуместно и без материала, это очень сложно. Это такое, знаете, мимирование получилось. А у вас были такие примеры в вашей практике, когда музыка, условно говоря, никакая по вашему статическому, а вам надо из нее сделать, то есть вы обладаете соответствующей техникой, как это делать? Есть определенные, например, даже классические спектакли, есть такое определение даже у музыкантов, что балетная музыка, если это не Чайковский, то это не очень хорошая музыка. Ну, существующая, конечно. Поэтому очень много классических балетов, где задана тема, глобальная тема, перипетии души, но музыкальная она никак не развита. Да, вот это очень интересный вопрос. Да, и поэтому естественно. Но там вся сюжетная ледня тебе подводит к тому, что тебе есть на чем. Поэтому, конечно, куча примеров есть. Большое спасибо, Мария. Будем надеяться, что это будет очень интересный пример. Я очень надеюсь. Спасибо большое.